Важные нюансы того, что мы с вами делаем в последовательности здоровья позвоночника. Наш нос от кончика до переносицы совместен с позвоночной столбой. Самый кончик носа с копчиком и копчиком центром Муладхара. Муладхара чакра или Муладхара падма, отвечающие за жизнеспособность и общее здоровье. Стихия центра Муладхара это земля. Ее тонкие составляющие земли аромат. Орган познания, речнионедрия, нос, слизистая носа и восклиятие запаха. Соответственно, воскурение в ритуалах, поднимающихся на землю вверх к небесам, это тонкое проявление стихии земли. Где пимпочка нашего носа, вот такой кончик округленький, переходит в хрящик вот этой вот области. Это соотносится переход с областью паха и сексуальным центром, так называемый Саватхистана падма или сокровенное место. Орган познания язык и вкус. Соответственно, средняя часть спинки носа, это у нас пупочный центр, отвечающий за собранность, решительность и проявление личного характера в мир. Идем дальше. Не доходя до переносицы, примерно, ногтевую фалану, это у нас сердечный центр, отвечающий за сочувствие, душевное тепло, умиротворенность и гармонию. Переносица, это центр творчества или вишутка, самораскрытие, озарение, инсайты, создание произведений творчества. Область между бровей. Соответственно, у нас будет между бровей. Или самый верх позвоночника. А что же идет у нас выше межбровного центра? Это кора полушария мозга. И это от области между бровей, примерно, на ногтевую фалангу вверх. Вот это проекция шишковидной железы на лоб. Дальше у нас центр лба. Это область над макушкой. Или связь всей энергетической системы с нисходящим потоком из космоса и с ростом сознания. А также там находится, называемая, родовая капсула. Это весь духовно-интеллектуальный потенциал, накопленный нашими предками в ходе жизни, разрушения о мире и наработки позитивной кармы. Соответственно, область над макушкой, примерно, на расстоянии вытянутой руки, соотносится с центром лба. В нашей энергетической системе с центром лба связан так называемый центр сома чакры. Это тонкие выделения на уровне гормонов и на уровне тонких вибраций из мозга и из наших высших центров, идущих в организм и в систему тонкого энергетического канала. Соответственно, переход кожи головы и начало роста волос. Это соотносится с так называемыми высшими энергетическими центрами, вынесенные за границы энергетического кока. Примерно на расстоянии вытянутых рук и немножечко выше, находятся границы нашего энергетического кока. Или так называемого поля различного рода коши или конгломерат энергетических полей, связанных с излучением физического тела, энергетического, эмоционального, ментального и связи со всем существующим. И вот выше этого кокона как раз идет связь с вселенским разумом и первоисточником всего существующего. Это соотносится вот с этой областью. Соответственно, от кончика носа к межбровью и выше к началу роста волос, эта линия соотносится с нашим центральным осевым каналом, находящимся в глубине нашего кока. И мы с вами, когда в начале практики, начинаем активизировать кончик носа, потом вот таким положением клыком дракона кончик носа активизируем, потом еще более глубоко его активизируем мы. Мы одновременно активизируем копчиковый центр, улучшая здоровье в организме, но и активизируем восприятие наших запахов, а они воздействуют на ломные доли нашего мозга. Ломные доли нашего мозга отвечают за речевую деятельность и способность коммуницировать с окружающими в мире социальных энергий. То есть мы активизируем кончик носа не только улучшаем состояние своего здоровья, но и взаимодействие с окружающими в мире за пределами ягодического коврика. Затем наши низшие центры, наши высшие друг с другом взаимодействуют, и мы их энергией замыкаем друг на друга. Ковчиковый центр на макушку, промежностный центр на межбровье, пупочный центр на горло, сердечный центр на самое себя и глубину груди. Это позволяет предназначить различного рода западания на проявление дисгармонии энергетических центров и отсекает различного рода паразитические привязки, окружающих из мира людей и из мира тонких энергий, которые провоцируют человека, вызывают у него различного рода всплески раздражения и питаясь им. Как это у нас произойдет? Ноги у нас формируют своеобразную пирамиду, формирующую мощный исходящий поток, собирающий его в области над коленкой. Все слышали про удивительные эффекты пирамиды Хеопса, а здесь мы своеобразную пирамиду делаем из своего тела. И вот эта пирамида будет постоянно подпитывать организм и работая на замыкание энергетических центров друг на друга. Далее. Когда мы собираем позу так называемых песочных часов, смотрим на кончик носа, мысленно пощипываем кончик носа. Мы тем самым мысленным или фантомным пощипыванием отключаем энергетическую структуру. И. Вдумайтесь в следующее. Вот у нас центр копчика плотных вибраций, низкочастотных вибраций. А вот здесь в сердечном центре сходятся энергии нижних центров, плотные, проявленные в материальном мире, и энергии высших центров и совсем тонкоматериальных, отвечающие за сбор информации, творческое самовыражение, связь с высшими управляющими силами Вселенной. Собирается вот здесь вот. Энергия этого центра нестабильна. Это эмоциональная сфера, связанная со стихией ветра. А мы ее стабилизируем, привнося туда силу энергии Земли. На вдохе, концентрироваясь на кончике носа, на выдохе, идя в глубину. Соответственно, психоэмоциональный центр выравнивает эмоциональные проявления, стабилизируется, на уровне тела запускаются процессы, связанные с омолаживанием. Вилочковая железа как раз отвечает за это. Затем, наши глаза, это органы познания, лишняя нервия, манипуры. Манипуры это город драгоценностей, энергетический центр в районе живота, отвечающий за собранность, решительность, умение добиваться своего силовыми методами. И мы энергию нашего внимания, обычно рассеянную на происходящее вокруг, замыкаем на самое себя, усиливая собственную энергию. Когда мы глаза сводим вот сюда, вот к межбровью, включается так называемый третий глаз, отвечающий за концентрацию и осознанное управление процессами, происходящими в организме. Обычный человек подвластен своим инстинктивным проявлениям и внутренней биохимии. Эмоции биохимии, биохимии эмоции. А здесь инстинктивная природа становится с каждым занятием более осознаваемой. Это не значит, что человек отказывается от телесных радостей. Нет, просто они перестают над ними давлять. Человек перестает быть рабом своих привычек, привязанностей. Вдох, межбровье, выдох, пах. И с третьего глаза или аджни, внимание завыкается на сексуальный центр. Затем, глаза закатываются еще выше, чувствуют центр упала. Потом идут еще выше к макушке. И от этой самой макушки мы вниманием идем в копчиковый центр. И с центра Земли в космос постоянно идет восходящий поток энергии, помогающий. И траве расти, и животным, поедающим траву развиваться, и хищникам, поедающим животным, получать свою порцию солнечного света, воплощенных в растениях и в травоярках. Соответственно, еще возникает рост сознания. Из космоса стимулируется рост этого сознания и развитие всех живых существ, уходя в землю. И мы собираем макушечный центр на копчиковый. Энергии Земли, энергии космоса обывают наш организм. Автоматически отсекаются все возможные негативные лишние привязки. И в конце мы пробуждаем мощный вихрь интуитивной мудрости, которая расположена на уровне энергетического тела в районе затылок. Вот здесь, вот здесь, сгусток, вы видите, огромные силы. На картинках изображают синий кружочек или таких два лепесточка со знаком Ом в центре. Это проекция третьего глаза. Но наиболее плотный сгусток в околохизическом пространстве находится вот здесь. И мы через затылок замыкаем этот сгусток на кресте самую плотную кость в основании позвоночника, отвечающих за общее состояние здоровья. И это здоровье и интуитивную мудрость начинают друг друга подпитывать и дополнять. После всех этих концентраций, когда мы находились в этом положении, поконцентрировались на кончике носа и груди, на межбровье и пупке, на середине лба и пахи, на макушке и копчике, на затылке и на кресле мы вытягиваем и ложимся. И начинается движение руками. Руки у нас скользят ладошками по полу. Это движение снимает природную симметрию легких. Правое легкое больше, чем левое, потому что часть левого легкого снимает сердце. Также в ходе жизнедеятельности и различного рода стрессовые переживания блокируются естественные ритмы дыхания. А мы их разблокируем. Попеременно концентрируясь на то, как движение вызывает ощущение нашего дыхания. Затем на грудном отделе позвоночника и затем на центрах ладоней. Самый центр это пупочная область. Точка в основании большого пальца, вот здесь, это сердце. Соответственно, мягко стимулируется сердечная мышца. Пупочный центр солнечное сплетение. Пила разогревается изнутри, готовясь к работе. Затем у нас идут перекаты головы. Перекаты головы у нас. Начало просто сбоку на бок, с подсчетом. Четыре счета в одну сторону, четыре счета в другую. Этот ритм 4-4 идеально гармонизирует дыхательный цикл, сердечно-сосудистую систему и убирает лишние посторонние мысли с головы. Затем голова у нас вращается против часовой стрелки, стимулируется восходящий поток энергии из нижних центров в верхние. И работа верхних центров и рост осознанности стабилизируется и делается постоянно. Затем в другую сторону. Стимулируется поток нисходящей космической энергии от верхних центров к нижним. Соответственно, тело делается более осознанным и послушным в процессе талити. После этого запускается так называемая микрокосмическая орбита, или подъем энергии по сушу до нади, центрального всего канала позвоночника из молотхара, копчикового центра. Вперед в нидах, упор макушки, подъем лопаток на отдыхе. И впоследствии все это различного рода перекатами, такими перекатами, такими перекатами, такими перекатами. Перенаправлялись в область физического тела и купится запас здоровья и жизненных сил. Оставайтесь с нами, занимайтесь елой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова